Вы один из самых сильных людей мира. Расскажите, пожалуйста, как можно добиться подобных результатов. А если можно, расскажите Ваш распорядок дня и рацион. И на эту же тему, по системе питания, если она у Вас есть, какие продукты необходимы и какие Вы предпочитаете? Начнем с первого, как добиться физически этого. Понимаете, существует сотни, даже, наверное, тысячи различных систем тренировок, различных систем физической подготовки. Но надо брать во внимание то, что у каждого человека это индивидуальность. И каждый человек должен найти оптимальную для себя тренировку, то есть способ тренироваться, систему тренировки. И поэтому, если я расскажу, как я тренируюсь, то другому человеку это может быть совершенно неприемлемо. И он начнет тренироваться по моей системе и скажет, что это за, извините за выражение, за херня. И нас дурят православных вообще. Он, наверное, тренируется не так, как мне рассказал. Поэтому для каждого человека очень важно, крайне важно, выработать систему подготовки, именно которая присуща его организму. Что же касается питания, то я стараюсь прежде всего есть натуральные продукты питания. То есть я в магазине практически не скупляюсь. Даже там, где я нахожусь в гастролях, по городам, с цирками ежи, я иду на рынок, покупаю домашнее молоко, домашние яйца, творог, сметану, то есть домашнее натуральное мясо. Слава Богу, я могу различать, где натуральное, где ненатуральное. Сало. То есть стараюсь есть здоровую пищу, здоровую натуральную пищу. Дима, вот вы сказали, что каждый человек должен выработать для себя систему тренировки. Как вы пришли к своей системе и все-таки немножко, если можно сказать? Методом тыка. Методом тыка, проб и ошибок. Вот сейчас будем так говорить, уже оглядываясь назад, через уже много лет тренируюсь, я вижу, где я делал какие ошибки, где делал очень много лишнего, очень много неправильно делал. То есть такое, конечно, перед... То есть это неизбежно. То есть надо пробовать, пробовать, испытывать, что для тебя годится, что не годится, как, что. Вот там многие, допустим, спортивные издания пишут, там спортсмен должен спать не менее 8 часов, ну там где-то 9-10. Но я вам скажу, после ряда, допустим, выступлений в цирке, там после 5-6 выступлений в цирке, я могу проспать и 14 часов. То есть, допустим, я себя никогда не ограничиваю во сне. Сон это главный восстановитель. Там не ограничиваю себя в питании, там знаете, многие говорят, там после 6 не ем, или на ночь лучше перед сном не есть, там или что-нибудь плененькое. Я наоборот, если я прям перед сном не поем, я не засну. Потому что ночью организм восстанавливается во время сна, ему надо с чего-то восстанавливаться. А с чего ему восстанавливаться, если ты уже после 6 ничего не ел? У тебя просто износ организма возникает. Тут вот часть вопроса, распорядок дня. Есть ли у вас распорядок дня? Распорядок дня таков. Сплю, пока не высплюсь. Если нет никакой ситуации, которая меня заставляет пораньше встать и что-то там действовать. Ну, такие ситуации, конечно, это плохо возникает у меня очень часто. Сплю, пока не высплюсь. Просыпаюсь. Выпиваю стакан воды. Пью я, кстати, дома только родниковую воду. И дома готовят кушать тоже только с родниковой воды. Несколько ложек, 2-3 ложки меда целиком. Запиваю стаканом воды. И делаю небольшую зарядку. Не тренировку, а зарядку. Как правило, в эту зарядку просто входит качание пресса. И все, больше ничего. Потом, конечно же, стараюсь плотно завтракать. Плотно завтракать. Если у меня нет никаких дел, ну, к сожалению, такое бывает очень редко. Я отдыхаю, могу снова лечь поспать, могу посмотреть телевизор, могу почитать, могу поработать над литературой. Потом через какое-то время ем и иду на тренировку. После тренировки опять же ем, ну, и стараюсь как-то восстанавливаться, по минимуму физической нагрузки прилагать после этого. То есть, ну, сейчас вот нахожусь в отпуске дома, конечно, распорядок чуть-чуть у меня теряется, портится. Вот, кстати, вы сказали литературой. И во время вашего последнего рекорда диктор говорил о том, что у вас серьезные литературные достижения. Расскажите, пожалуйста, о своей литературе. Может быть, литературно это громко сказано. Я пишу небольшие, короткие рассказы, в основном это о богатырях и силачах прошлого. То есть, я написал ряд рассказов, это об Иване Взаикине, о Николае Вахтурове, о Федоре Бесове, об Александре Пересвете. То есть, такие небольшие прозаические рассказы. В чем я считаю, на мой взгляд, они могут быть полезны и интересны, в том, что все эти силовые номера, которые они показали в прошлом, я пропустил через себя. И я могу, как бы, от ихнего лица писать, что они ощущали в этот момент, какую опасность испытывали и какую нагрузку. Вот стараюсь, прежде всего, писать вот в этом плане. А что это за премия, которую вы были доставлены? Это международная государственная премия «Золотое перо Руси», называется, литературная. Следующий вопрос Лена задает. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, а к какому рекорду вы готовились дольше всего? И какой дался вам сложнее, чем остальные? Ну, наверное, будем так говорить, самым сложным. Самым сложным был первый рекорд. Это когда я поднимал камень весом 152 килограмма. Наверное, и психологически было очень трудно к нему подготовиться. И довольно тяжело физически к нему готовиться. Потому что книга рекордов Гиннеса поставила такие неимоверно сложные условия, что выполнить их было очень тяжело, невероятно тяжело. И было очень тяжело физически подготовиться, и психологически очень тяжело было подготовиться. Там, допустим, был такой нюанс очень сложный. Понимаете, спортсмен в определенном пике физической силы, в предельном пике физической силы не может себя удерживать очень долго. Потом все равно происходит на 5-10% спад физической силы в любом случае. И дело в том, что на свой пик я вышел за месяц до фиксации рекорда, и месяц удерживать эту физическую силу было очень крайне тяжело и физически, и психологически. Просто уже, понимаете, это доходило до дрожи в теле. Но все-таки они его зарегистрировали. Когда это случилось? Вот тут как раз о первом рекорде. Это случилось 7 апреля 2005 года. Это происходило вечером в цирке на Цветовом бульваре в Москве. Следующий вопрос. Добрый день, Дмитрий. Валерий задает вопрос. Скажите, пожалуйста, могли бы вы применить свою силу, так сказать, в обычной жизни против другого человека? Что может послужить причиной для применения силы для вас? И еще не думали ли вы об открытии своей детской спортивной школы? Ну, дело в том, что до недавнего времени, то есть я сейчас чуть больше двух лет работаю в цирке, а до этого я 8 лет проработал тренером в США, в Комсомольске. Ну, предпочитал тренировать, конечно, детей повзрослее, уже старше 13-14 лет, потому что уже более сформировавшийся организм. А в тех условиях, в которых я находился, в том спортзале, в котором я находился, там бы как нету таких условий, чтобы тренировать детей. Как правило, ко мне дети уже приходили, те, которые имели за спиной, там, допустим, прошли через секцию борьбы или секцию каратэ, уже приходили до меня. Что касается применения физической силы, то, скажу честно, не раз доводилось. Ну, как в одном из интервью в своем сказал патриарх Кирилл, говорит, если грабителя-карманника, который ворует в трамвае деньги, здесь же не остановить и не отбить ему руки, то завтра он начнет влазмываться в дома, начнет в подворотнях убивать людей и грабить их. Поэтому, понимаете, как вам сказать, по этому поводу есть множество примеров и множество афоризм, там, то есть, ненаказанное зло считается приумноженным. Или вот, как говорил Аяма, добро без силы пусто, сила без добра насилие. Следующий вопрос. Помню, вы уезжали в Россию. У вас есть в планах гастроли за рубежом? Если бы вам предложили уехать в Европу или Штаты на выгодных условиях, вы бы согласились или предпочли остаться на родине? Я гастролировал и в России, и в Казахстане, и в Киргизии, и в Азербайджане, и в Турции, и даже в Польше, в Чехии, в Греции. То есть, выступал во многих странах Европы, но если бы не пригласили, допустим, в США на несколько месяцев выступить, почему бы нет, поехал бы, выступил, а оставаться там навсегда, конечно, бы не согласился. Дима, мы упустили вот этот вопрос по поводу школы. О своей школе вы не думали открыть свою детскую спортивную школу? Я думал об этом и думал очень давно, очень давно. Ну, просто я считаю, что на данный момент еще как бы не время, а может быть годик-два и удастся реализовать этот проект. Возможно, такое есть. Замысел такой есть, но на данный момент, как бы, пока до этого руки не доходят. Замысел открыть ее в Донецке или в вашем родном городе Кельсомольске? Как бы, было бы неплохо, конечно, и в Донецке, но, честно говоря, я бы ее видел бы вне черты огромного мегаполюса. Но, опять же, понимаете, сколько туда будет вложено финансов, сколько туда будет вложено финансов и в каком виде она будет возникать, понимаете? То есть, если это просто спортзал, детская и юношеская спортивная школа, вот просто для массовости, то, конечно, ее лучше всего поставить в центре Донецка где-то там или в спальном районе Донецка, где много народу. Если она будет внести еще и патриотическое воспитание, что можно внести на первый план, патриотическое и духовное воспитание, то, конечно же, эту школу надо вставить в особом месте. И таким особым местом является? Я думаю, для Донецка, было бы это какая-нибудь окраина Донецка, то есть, подальше от выхлопных газов, подальше от заводов, куда-нибудь поближе к природе, где-нибудь рядом с храмом. Следующий вопрос задает Ирина. Добрый день, Дмитрий. А как Ваша жена относится к тому, что Вы подвергаете себя таким опасностям? Присутствует ли она при установлении рекордов? Нет, при установлении рекордов она не присутствует. К установлению рекордов она относится очень отрицательно, из-за чего у меня дома часто возникают скандалы. То есть, она Вас не поддерживает? Абсолютно нет. Выступление, пожалуйста. Рекорды или силовые номера, связанные с риском для жизни, от таких половина, она отрицательно относится к этому. Волнуется очень. Да. Анна задает вопрос такой, смешной вопрос. А правда, что Вы за один, так сказать, присест сможете выпить трехлитровый бутыль молока? Да, правда. Увидим ли мы Вас в ближайшее время в телепроектах? Если да, то в каких именно? Где можно увидеть Ваше выступление дончанам? Значит, в понедельник еду в Киев, во вторник съемки на телестудии Довженко. Передача будет, ток-шоу, называться, по-моему, «Життя за ради рекордов», если я не ошибаюсь. А вот в этом телепроекте можете увидеть. Потом предварительно отснялся в ток-шоу «Колизей», которое тоже вот осенью выйдет ряд, будем так говорить, ток-шоу, в которых я снимался, которые телезрители могут посмотреть по телевизору. Ну, а у кого есть интернет, могут в интернете посмотреть все, что угодно. Там масса моих видео с различными силовыми номерами, выступлениями.